Здравствуйте, дорогие друзья! Компания ЧСТВ комментирует для вас супер-турнир в Норвегии, который проходит в новом необычном месте, город Ставангер. Я очень рад, что в Норвегии происходят шахматные турниры вслед за колоссальным талантом Магнусом Карлсоном. Там начинается активная шахматная жизнь и, как показывает график турниров Фиде, это только начало, потому что после этого супер-турнира будет и Кубок Мира, и Шахматная Олимпиада. Итак, в городе Ставангер собрались 10 супер-грассмейстеров. Пожалуй, я несколько при этом польстил норвежскому шахматисту Хаммеру, но он вписался в эту когорту как представитель хозяев площадки. Но, конечно, наибольший интерес вызывает участие Карлсона, Топалова, Ананда, Ароняна, то есть шахматистов, которые являются цветом мировых шахмат. Прошли три тура, и я попробую рассказать для вас, что происходило в этом, я надеюсь, славном норвежском городе. Кровь льется рекой, шахматисты играют очень активно, но, кстати, пока Карлсон неожиданно держится в тени. Все, конечно, ожидали, что, обретя статус официального претендента, Магнус начнет рвать и метать и покажет свою силушку богатырскую еще раз, но он, видимо, затаился, и пока играет достаточно скромно. Ну вот, пока на первый план вышли другие богатыри, шахматные чудо-богатыри, и мне очень отрадно сказать, что лидирует сейчас Сергей Корякин, у него три очка, он одержал три рядовые победы, и я надеюсь, с помощью шахматной программы покажу, как это происходило. Итак, три тура прошло, в первом туре Карлсон, Топалов, партия, от которой ждали многого, завершилась достаточно сухой ничьей, Карлсон не смог составить серьезные проблемы, Топалову, Анан, Таранян тоже ничья, в общем, чемпион мира играет достаточно сдержанно, зато дальше уже пошли результативные партии, Накамур обыграл Ванхау, Свидлер обыграл Хаммера, и Корякин обыграл Раджабова. Я предлагаю сейчас посмотреть на шахматную доску, и покажу вам, как это происходило. Итак, Накамура против Ванхау, в этой партии вновь был развеян миф о ничейности русской партии, и я, минуя дебютные ходы, показываю сейчас вам позицию, которая возникла на выходе из дебюта, и здесь разносторонние рокировки совершенно очевидно говорят о том, что борьба будет кровавой, белый угрожает вторгнуться ладьей на Е8, вот я по ходу своих роликов буду постоянно показывать на шахматной доске некоторые стрелочки, возможно, какие-то ключевые поля помечать крестиком, но те, кто видели мои предыдущие ролики, знают, что вот за мной вводится такая привычка, я надеюсь, что эти вспомогательные курсоры будут помогать вам, дорогие друзья, понимать суть происходящего. Ну, вот здесь китайский товарищ сыграл А6, явно предлагая сопернику съесть ферзя, то есть здесь Накамура мог выиграть ферзя ходом ладья Е8, но, конечно же, в этом случае после всевозможных разменов белых ожидала очень долгая борьба по реализации преимущества. Накамура, в соответствии со своим самурайским нравом, сыграл более энергично, он решил играть при ферзях, и, конечно же, он оставляет слона Ф6 под боем, то есть он готов ферзен взять на G4, и вот здесь, конечно, у черных очень тяжелая оказалась позиция, и для меня, честно говоря, удивительно, как Ванхаус сумел вообще здесь выжать хоть несколько ходов. Ну, вот с помощью такого зигзагообразного маневра ферзя он смог вынудить все-таки размены, и борьба перешла в окончание, в котором, тем не менее, белые сохранили достаточно серьезную инициативу. Ну, вот некоторые следующие ходы мы смотрим в темпе блица, блица для нас, для шахматистов, это обычное явление, и получилось окончание, где у белых две легкие фигуры против черной ладьи. Ну, вот здесь у меня был очень большой соблазн сказать, что и далее белые уверенно реализовали свое материальное преимущество, но, конечно, все оказалось намного сложнее. На самом деле, вот в подобных окончаниях, когда пешки есть на двух флангах, ладья очень часто может преподнести коварные сюрпризы легким фигурам, и вот как раз сейчас вы видите ключевой момент этой партии, где, видимо, Ванхаус мог спастись. Он не сумел активизировать свою ладью, а это первейшее требование для стороны, имеющей ладью. Здесь надо было сыграть не сразу ладья Е8 из-за конь Х5, а сначала сыграть ладья Ж8, угрожая прорывом Ж5, и после того, как белые закрывали игру посредством Х5, здесь ладья перебазируется на вертикаль Е, король очень, кстати, удачно перескакивает на пункт Ж5, и, вы знаете, здесь выигрыш на Камору был бы под большим вопросом, я вообще не уверен, что эта позиция выиграна. Ну, а в партии Ванхаус играл не очень хорошо, видимо, подступал Цейтнот, и американский шахматист уверенно его одолел. С вашего позволения партию Свидлер-Хаммер я показывать не буду, Петр Свидлер, объективно говоря, превосходит по своему уровню соперника, и эту партию он выиграл, вы знаете, вот в стиле реализации перевеса, вот буквально с первого хода. Партия была, конечно, интересная, там есть некоторые моменты, которые, может быть, восхитят шахматных аналитиков, но я считаю, что в этом туре и в этом турнире есть партии более интересные. Поздравляю Свидлера с этой победой. Ну, а вот как одержал свою первую победу Сергей Корякин. Он обыграл Таймур Раджабова, участника недавнего турнира претендентов. Честно говоря, с учетом того, что Таймур сыграл очень плохо в Лондоне, сейчас вот уже идеализируя и представляя себе какую-то идеальную картинку, напрашивается замена Раджабова на Корякина в прошлом в Лондоне. Я думаю, что Сергей Корякин показал бы результат более весомый, чем Таймур, но что было, того не вернуть. А в этой партии Сережа Корякин играл белыми, и у нас, смотрите внимательно на доску, разыграна социальянская защита. Белые пока отказываются от хода Д4. Кстати, это стало модой при коне на С6. И у нас получается такой вариант Рассалима с конем на С3. И вот здесь возникла очень важная теоретическая позиция. Здесь казалось, что до этого, до сегодняшнего дня, казалось, что у черных нет особых проблем, причем многими способами. Ну вот Сергей Корякин, судя по всему, уточняет теорию и показывает, что здесь нормальный ход 2-0. Ход H6. Вот эта попытка сыграть с полным комфортом со стороны Таймура-Раджабова сурово наказывается. Я думаю, что после этой партии мало у кого возникнет желания повторить этот путь. Потому что Сергей сыграл А3 и выяснилось, что на любой, практически на любой ответ черных, белые прорываются на ферзовом фланге, путем Б2-Б4. Например, в случае Д6 все равно тоже идет Б4. И если взять это, то белые развивают страшное давление на пункт Д6. Ну а в партии Таймур, почуяв неладность, сыграл 2-0. И после Б4 выяснилось, что пешка на Б4 все-таки несъедобна. То есть здесь Таймур грамотно сыграл Д6. Ну а посмотрим, что было бы в случае ЦБ. Взяли-взяли. Еще раз взяли. И вот теперь возникает неприятность. Слон по диагонали с А3 на Ф8 давит со страшной силой. Сдержать это давление очень тяжело. Особенно мне понравился вариант конь ЕЦ6. И белые здесь неожиданно меняют пластинку. Они отправляют коня на Д6, а пешку на С3. И черные пребывают в полнейшем, в общем, в таком плачевном состоянии. Это партер. А конь БЦ6, здесь тоже есть ход слон Д6, такой впечатляющий. И черные просто стонут от невыносимой тягости бытия. Ну поэтому Таймур сыграл Д6, БЦ, ДЦ. И вот вы знаете, возникшая структура, она в принципе неприятна для черных. Потому что белые в перспективе давят по вертикали Б. В центре у них есть пешечное превосходство. Но вот дальше Сережа начал давление в центре. И на ферзовом фланге в конце концов прорвался. Думаю, что дальнейшую часть партии вы посмотрите без меня. Отмечу лишь, что я в анализе не нашел каких-то серьезных ошибок. За обе стороны, в принципе, черным здесь очень тяжело играть. И Ковякин уверенно доверил эту партию до победы. Итак, вот в первом туре у нас обозначились три лидера. Накамура, Свидлер и Ковякин. Но понятное дело, что это только начало битвы. Теперь переходим к туру второму. Во втором туре особое внимание публики было, конечно же, приковано к паре Карлсон-Анант. Два участника предстоящего чемпионского матча встречаются между собой. И, конечно, ожидали очень серьезной борьбы. Кстати говоря, я должен сказать, что матч назначен на ноябрь этого года. И, видимо, он пройдет в Индии, в Ченнай. Так что Магнусу Карлсон предстоит серьезное испытание. Жарой и индийским климатом в целом. Но я думаю, что парень молодой, стойкий, выдержит. Ну, а пока у себя дома в Норвегии он не смог обыграть Ананда. Партия не получилась такой зрелищной, как это ожидалось. Закончилась в ничью. Топалов-Раджабов. Тоже партия окончилась в ничью. Топалов в целом, после того, как он выиграл этап гран-при в ЦУГе, он заранее, кстати говоря, стелил соломку себе для падения. Говорил, что вряд ли удастся в Норвегии показать какую-то качественную игру. Кстати говоря, третий тур это и подтвердил. Ну, а пока во втором туре он сделал еще одну ничью. Ну, а вот дальше начались результативные партии. И тут я должен сказать, что засада ожидала двух лидеров. Проиграли у нас и Накамура, и Свидлер. Ну, вот Накамура потерпел крушение в партии с Ароняном. Давайте посмотрим на доску. Здесь я даже отмотаю немножечко до начала. И это у нас славянская защита и размен на Д5. Разменная славянка сейчас стала одним из самых боевых дебютов. Вообще, если кому-то сказать об этом 20-30 лет назад, все бы смеялись. Но вот сейчас настали такие времена, что у нас даже в разменных вариантах люди находят удивительные глубины и замечательные остроты. Честно говоря, анализировать дебютную часть я считаю здесь просто невозможным. Потому что это большая отдельная тема. Скажу по секрету, что я с Даниилом Дубовым всерьез изучал этот вариант. И поэтому не склонен делиться с вами некоторыми своими наблюдениями. Могу сказать, что здесь очень неплохо играл Хикару Накамура. И возникшая структура мне представляется достаточно комфортной для черных. Но он очень серьезно ошибся на 23-м ходу. Итак, смотрим на диаграмму. И у нас возникает вот такое положение. Очень сложное, очень нетривиальное. Итак, черные добились немалого прогресса в центре. Но у белых есть перспективная переброска коня на Д6. И вот здесь Хикару не прочувствовал то, что этот момент критический. Здесь надо было напрячься и поддержать напряжение. То есть он побил здесь пешкой на Е3. Сейчас вы увидите, что получится. А надо было сыграть ладья СД8, поддержать напряжение. Вся штука в том, что если здесь белый конь сразу идет на Д6, то тогда белые просто-напросто остаются без пешки. Видите, теперь белого коня на Ж3 нет. Поэтому на Х5 есть некому. И здесь, конечно же, после коня Д6 черные еще и подрывают вот эту опору. Пешку на С5. То есть здесь ничего особенно хорошего для белых нет. Я думаю, что черные продолжали бы борьбу, ну, как минимум на равных. Разумеется, конь Е4 ход не обязательный. Вот. А в партии последовало ДЕ. И вот здесь после конь Е4 уже черный, белый конь проникает на Д6. Причем с темпом. И пешка на Е3 падает. И вы знаете, вот эта ошибка, она привела к катастрофическим последствиям. Потому что партия из примерно равной и сложной очень быстро, особенно еще с учетом не очень хорошего хода Слон-Ж6, перекочевала в разряд практически технических. Вот буквально прошло 4 хода. И вместо оценки равно. У нас здесь наблюдается, как мы говорим, шахматисты, столбик. То есть шансы белых на выигрыш, пожалуй, больше, чем шансы черных на ничью. В дальнейшем Орнян уверенно реализовал свой перевес. И таким образом сам, в общем-то, подключился в лидирующую группу. Дальше у нас партия Хаммер-Ковякин, в которой Сергей Корякин одержал вполне запланированную победу. Все-таки разница в уровне шахматистов очень велика. Но, тем не менее, партия интересная. И я хотел бы показать вам парочку фрагментов из этой партии. Вот, смотрите сейчас на доску. В целом, почти равная пешечная структура угрожает выпад g5. И черные угрожают также пешке на a3. Здесь, конечно, Хаммер, будь он более искушенным шахматистом, сыграл бы аккуратненько конь c2. Отвел бы коня и решил бобби проблему. Во-первых, слон уходит с f4, пешка на a3 защищена. Но Йон Людвиг сыграл b4 очень азартно. И здесь я должен метнуть маленький камушек в адрес Сергея Корякина, который сыграл пассивно конь c6 и не заметил, что вот в варианте конь c4 он получает серьезный перевес. Вот судите сами. Надо смотреть всегда принципиальные варианты совзятия. Белые берут пешку. После g5 слону приходится уходить назад. Ну, на c7 его ждет только погибель скорая. После ферзь d7. И здесь было очень интересное отвлечение. Во-первых, b5, потому что это вилочка. Приходится брать шах на d4. Но прежде чем съесть слона на d2, черные делают еще замечательный ход конь d6. Защищают слона на b7 и выигрывают просто-напросто материал. Вот такой вариант не заметил Сергей. Он сыграл конь c6, предоставив сопернику возможность опять-таки консолидировать свою позицию. Можно было сыграть просто g4, избавившись от угрозы g5. И более того, могу сказать, что здесь у белых поприятнее. Все-таки слон на b7 расположен пассивно и неудачно. Но хаммера уже не слон, и он сам себя остановить не мог. Он сыграл b5 и последовал жесточайший удар конь e5. Видите, что конь подставляется под бой. И здесь начинаются очень серьезные осложнения. Видимо, белым надо было здесь уже от греха подальше воздержаться от материальных завоеваний, сыграть ферзь b3, но последовал d6. Молодой норвежец, он как викинг, уже, знаете, распалившись, был готов только драться. И поэтому отступать не мог. Итак, взяли-взяли, размен на e5. Но вот здесь основное внимание, надо обратить внимание, то, что у черных два сильных слона. И они, в конце концов, сыграли свою роль. Ферзь d4 и ферзь f6. Здесь, на самом деле, черные не обязаны были делать что-то очень серьезное. Можно было бы играть просто по центру, не торопясь. Но Сережа тоже закусил у дела. Наши русские ребята тоже горячие бывают иногда. Итак, последовал конь c5, размен, размен и жертва пешки на d5. То есть, вот как раз после того, как белые приняли эту жертву, сила черных слонов стала особенно ощутимой. Здесь очень важный вариант. Вот на самом деле, издалека могло показаться, что белые просто могли уцепиться в лишнюю пешку путем ладья d1, с идеей f4 и все, коня на d5 ему уже, его не своротить. Но здесь как раз ожидала белых ловушка. Так норвежец не сыграл, потому что после размена на d5 следовала типовая стандартная комбинация ладья e1, после чего взятие на e1 ведет к потере ферзя. Ну, а в случае слона f1 можно взять на d5, взяли на b1, белые так или иначе остаются примерно без ладьи. Вот, поэтому белым пришлось эмигрировать конем с d5. И после небольшой артподготовки черные съели на f3. Ну, вот у нас произошли некоторые размены. И вот это окончание, ну, в общем, это ближе к окончанию, уже чем к метельшпилю, надо оценивать очень просто. Все-таки слон значительно сильнее коня в борьбе за два фланга. Особенно это стало ясно после того, как Хаммер еще допустил ход a5. Теперь выяснилось, что пешка a5 это перспективная проходная. И Корякин уверенно реализовал свой перевес. И вот еще последняя результативная партия второго тура. Это у нас Ванхау против Свидлер. Признаться, дорогие друзья, я не совсем понимаю, что произошло в этой партии. Свидлер – это крупнейший специалист мира в защите Грюнфельда. Может быть, он пожалел какие-то новинки. Может быть, что-то там не сложилось у Петра Вениаминовича в его консерватории. Но так или иначе он, видимо, скрываясь, видимо, таясь, не показал ничего серьезного. Был разыгран очень-очень актуальный вариант защиты Грюнфельда. Вот с f3, такой, знаете, оттенок системы Земиша. Он сейчас считается очень опасным для черных. И эта партия вовсе не развеяла это убеждение. Белые захватывают центр. Черные каким-то образом копошатся, пытаются фигурную игру наладить. И вот здесь последовала новинка. То есть гири против Корякина здесь сыграл конь 6 на А5. А Петр Свидлер бодр разменялся на Е3. И, в общем-то, компьютер поддерживает эту идею. Конь Б4 напали на А2, король Б1. И вот здесь ход ладья Д8 совершенно естественный, нормальный, натуральный, сделанный, возможно, рукой, привел черных к большим затруднениям. Судя по всему, здесь надо было сыграть С6 с идеей отправить коня на Д5. Здесь, конечно, белые могут предотвратить вот этот разменный маневр. Ну, там у черных, черный конь даже через А6 на С7 мог идти. Конечно, у черных слон Ж7 вот это запасное орудие могло дать им некоторые контршансы. Тем не менее, вот по ощущениям, я так не анализировал, мне кажется, что у белых все-таки должно быть преимущество. Ну, а после ладья Д8 их преимущество вообще совершенно очевидно. Здесь уже ничего не получается. И вот, скажем, если в этой ситуации сыграть С6, то тогда уже белые успевают наладить, построить большую батарею и напасть на пункт Ф7. Ну, а здесь Петр Вениаминович порадовал всех нас, зрителей, замечательным ходом Б5. Такая, знаете, философская жертва пешки для того, чтобы ладья по вертикали Б пошла вперед. Ну, конечно, в Блице, я думаю, эта жертва пешки привела бы к победе. Но так как партия была серьезная, Ван Хао с китайской невозмутимостью забрал эту пешку. И, вы знаете, выяснилось, что вот этой активности какой-то черных по вертикали Б, вот этой мифической, давайте я даже красным цветом помечу этот, красным цветом. Потому что вот, вроде бы, болевая точка белых, но черные не смогли до нее добраться. Выяснилось, что это миф. И очень активными действиями китайский шахматист уверенно нейтрализовал вот это, как оказалось, ненастоящее давление черных. В общем, дальнейшую часть партии можно смотреть, но вот поверьте мне, что никаких особых серьезных возможностей у Свидлера уже не было. На самом деле, у белых просто есть серьезный перевес и материальный, и даже позиционный. Так что победа Ван Хао в этой партии абсолютно логична, и таким образом Свидлер оказался отброшен от лидерской позиции, а лидером после второго тура стал Сергей Корякин с двумя очками из двух. А теперь на очереди третий тур. Третий тур подарил нам ностальгическое противостояние Ананда и Топалова. Все помним, что они играли матч на первенство мира. И эта партия не обманула ожидания, она стала результативной и, пожалуй, самой интересной, но ее, с вашего позволения, я оставлю на десерт напоследок. Свидлер с Ироняном сыграли хорошую партию, сыграли в ничью. Раджабов обыграл Хаммера, объективно говоря, на классе. Брюнет оказался сильнее Блондина, и никакие тренировки не могут изменить этого соотношения сил. А вот три остальные партии этого тура я вам покажу. Во-первых, Накамура сыграл в ничью с Карлсоном. Здесь Карлсон проявил свой талант и, на мой взгляд, в общем-то, владел инициативой. Вот обратите внимание на диаграмму, которая возникла после дебюта. Черные стеснены, у них два слона втомятся в заточении. Конечно же, очень хотелось бы найти возможность вскрыть диагонали. И Магнус делает это, я бы сказал, ежовым таким прорывом. В еже, как известно, есть два прорыва, B5 и D5. Но вот иногда встречаются волшебные комбинации, такой дуэт. И вот вы сейчас видите, как Магнус сыграл сначала B5, устранил пешку C4, а затем еще нанес сразу же в догонку удар D5. Это жертва пешки, разумеется, достаточно серьезная. Уступка с одной стороны, но с другой стороны вскрываются вот те самые диагонали. И вот здесь после размена на D5 получилась очень красивая пара пешек в центре. И слон вышел на B7. Теперь этот слон стал играть скрипку, первую скрипку в этом оркестре. И, конечно же, очень многое зависело от того, будут ли двигаться черные пешки. Вот мне кажется, в этот момент, который сейчас вы видите на доске, у Магнуса была возможность все-таки захватить инициативу, если бы он не поторопился с ходом А6, а сыграл бы сначала ладья C8. Вот здесь некоторые тонкости. Вот теперь в случае ферзь Е2, черный ферзь встает на C7, давление на пешку C2 достаточно серьезное, то есть угрожает где-то D4. А если сыграть ферзь Детой, то тогда уже А6. И здесь, знаете, как говорят, получался маленький навар по сравнению с тем, что происходило бы в партии. Но Магнус сыграл сразу А6. Это позволило Хикару Накамура удержать партию в пределах равенства. Несмотря на то, что компьютер показывает здесь небольшое преимущество белых, но я уверен в том, что Накамура здесь был совсем не уверен в этом самом равенстве. Дело в том, что у черных все-таки здесь достаточно активная игра в центре, и очень важно, что белые не могут наладить нормальную блокаду. То есть в дальнейшем произошли упрощения в центре, и все-таки сила слона А8 достаточно велика, но в упрощениях соперники действовали достаточно грамотно, логично, никто ничего не зевал, и в итоге у нас получилась вот такая вот ничья. Висела ладья на А1, поэтому ладья вынуждена была уйти. Партия перешла в абсолютно равное окончание, в котором и была зафиксирована вполне закономерная ничья. Ну что сказать, не получается пока у Магнуса одержать первую победу, но судя по рисунку партии, он разогревается, и я думаю, что скоро все-таки откроет счет своим победам. Так, Корякин одержал третью победу подряд, он обыграл Ванхау, причем, вы знаете, у меня такое ощущение, что эта партия не отняла у нашего гроссмейстера много сил, потому что он владел инициативой от начала до конца, и очень важно, что он фактически реанимирует известный вариант, который, в общем-то, в последнее время уже воспринимается как некоторая такая античность, древность, вписанная в архив, но, тем не менее, даже в изученных вдоль и поперек вариантах можно найти, как казалось, новые пути. Это вариант Раузера с ицелянской защитой. Давайте первые ходы я отматываю достаточно быстро, потому что они известны всем, кто изучает это продолжение. Вот видите, здесь ферз держит под пицелом слона на G5. Эти варианты известны всем, кто изучает Раузер достаточно долгое время. Здесь, кстати говоря, в годы моей давно минувшей молодости слона оставили на D3 после ладья D8 черной жертвы качества, и теперь слона на всякий случай отводят подальше. И вот эту позицию сейчас лучшие люди мира изучают. Так вот, неожиданная новинка такая произошла. Король B1. Хотя, конечно, довольно странно, что в сцелянской защите ходу король B1 может оказаться новинкой, мне кажется. Его надо смотреть всегда в первую очередь, знатоки меня поймут. Так вот, судя по всему, вот этот неприметный, казалось бы, ход королем поставил в ступор китайского шахматиста, и он отрегивал крайне неудачно. Здесь, конечно же, надо смотреть какие-то перестройки черных фигур. Может быть, ферзь C7, еще неизвестно, кто пойдет на А4. Может быть, конь должен идти на D5, пешки черных должны направляться вперед. Но, так или иначе, выпад слона А4, вот этот псевдоактивный, оказался явно на руку белым. И выяснилось, что белые будут атаковать вовсе не на королевском фланге, а на ферзовом. Сергей с удовольствием воспользовался любезностью соперника, надвигает свои пешки, не опасается каких-то некорректных жертв. И очень важно, что здесь, после ладья D4, нашелся разменный маневр слон Е3. И вот окончание оказалось очень тяжелым для черных. Брать на C5, конечно же, нельзя из-за мата по восьмому ряду. И белые получили очень простой и ясный план. Наступление на ферзовом фланге, где у них есть пешечное преимущество. Признаться, дальнейшая часть партии – это голая техника. Здесь черным абсолютно нечего предпринять. Конь на B6 очень пассивен и слаб. И я думаю, что партия действительно была решена буквально за два хода после этой самой новинки Сережи Ковякина. Вот эта позиция уже абсолютно безнадежная. И белые подчеркнули это блестящим ходом H4, зафиксировав еще одну слабость на H5. Здесь брать же H, конечно же, было нельзя из-за ладья F1. И вот уже здесь китайский шахматист признал свое поражение. Ну что, Сережа, молодец, так держать. 3 из 3 неплохой старт, лучше, кстати, не бывает. Так что я думаю, что... И замечу, отрыв от Карлсона у Ковякина уже полтора очка. А это очень важно. Идем дальше. И вот партия, конечно же, номер один в этом туре. Возможно, на всем старте. Анант против Топалова. Ну что ж, Анант чемпион мира. И в последнее время он начал подавать признаки жизни. Очень хорошо сыграл в Вейконзе. И затем выиграл в Германии. Наконец-то за долгие годы первый турнир. И вот теперь он обыграл своего принципиального соперника, Веселина Топалова. В сицилианской защите. Здесь у нас был вариант Найдорфа. Давайте вот дебютные ходы опять-таки мы смотрим созерцательно. Потому что здесь могучая теория, которую даже трудно каким-то образом кратко осветить. Так, разносторонние аркировки. Соперники торопятся атаковать, каждый на своем фланге. Вот конь на А5, это мода нашего времени. Этот конь, как ни странно, нигде не теряется и контролирует поле С4. Итак, белая пешка отправилась вперед, но, собственно, непосредственно атаковать, то есть матовые угрозы создавать здесь очень сложно. Здесь вся игра идет через центр. Тот, кто владеет центром, тот владеет всем. И в этой позиции здесь начинались ферз С7 обычно. Но Топалов пошел своим путем. Он сыграл же 6. Но, кстати говоря, вы знаете, вот некоторые ходы здесь были сделаны. Черные, кстати, всегда готовы отдать пешку на Ф4. Особенно с учетом того, что после ферз С4 есть еще выпад конь А4. Крайне неприятный для белых. Поэтому белые не торопятся и ставят пешку на Д5. Ну, вот здесь после разменов на Д5 получилась такая ситуация, что разноцветные слоны на доске. Но, как известно, как учит нас семья и школа, в метельшпиле разноцветные слоны вовсе не являются признаком грядущей ничьей. Более того, если у одной из сторон есть слабый король, как раз при разноцветных слонах он погибает вернее всего. Здесь было сыграно ладья Ж4. Судя по всему, не дурная новинка. Слон Д3 вилок уже известной партии до Вингис в Анвеле. И вот здесь началась самостоятельная Б2. Я думаю, что до поры до времени играл Топалов хорошо. То есть ходом Д5, вот обратите внимание, ходом Д5, он все-таки вскрывает своего слона, которому, конечно же, нужна свобода. И здесь иногда идет игра не в пешке. То есть ясно, что пешка Д5 тоже не желез. Но зато черные вырываются на королевский фланг, где полно вкусных белых пешек. И эта позиция совершенно не ясна. Мне кажется, что здесь надо было сыграть сначала Ферзь Ж3, попробовать покуситься еще на пешку Ф3. Но вот несколько неточностей, неуловимых таких, знаете, ходов не лучшего качества. Здесь надо было забрать, конечно, Аш4. Сыграл слон Д6, Веселин. И здесь, вы знаете, уже, видимо, ничего спасти нельзя. Последовала слон Ж2, слон вышел на Д5. И вы знаете, вот слабость пешки на Ф7 незаметно-незаметно стала роковой для черных, в то время как на Ферзьевом фланге у них нет каких-то возможностей для серьезной контр-игры. Вот обратите внимание, что вот здесь Мадрасский Тигр, именно так называют индийского чемпиона, показал свой норов. Он не стал менять Ферзей. Сыграл Ферзь с Х1. Ну, во-первых, он не только ветеран, он шахматист колоссального шахматного понимания, и он очень тонко чувствует подобные моменты, выяснилось, что здесь давление по вертикали Ф абсолютно нельзя сдержать. Кстати говоря, Ферзь Ф1 здесь было бы точнее, но последовала Ладья Д3. Я думаю, что здесь вот был последний момент, когда Топалов мог зацепиться за поверхность воды, на которой он тонул. Надо было сыграть Ферзь Ф2. И идея такая, что после Ладья Ф3, казалось бы, черные теряют Ферзя. Они действительно теряют, но при этом происходит вот такая разменная операция, и, вероятно, равная Ладья на окончании. Но, разумеется, что после Ферзь Ф2 белые не обязаны были на это идти. Были более осторожные продолжения. Последовал Ферзь Е5, Ферзь Ф3, и вот здесь уже медицина, что называется, бессильна. И вот отмечу последний такой интересный момент, что здесь вместо того, чтобы неторопливо нагнетать давление, Анант, Вишевнатан Анант, порадовал публику вот таким изящным ходом. Слон Е6 теперь брать на Д4 нельзя, из-за, понятное дело, матов два хода. И в итоге черные решили откупиться. Да, вот, кстати, отмечу, что здесь на Ферзь Е6 еще и такой шах на Ф6 следовал пренеприятнейший. Черные оставались без качества. В общем, здесь черные несут материальные потери. Вот угроза вторжения Ферзя на Ф6 оказывается неотразимой. И Веселин отдал Ферзя. Вы знаете, при некоторых обстоятельствах эта жертва могла бы стать прелюдией к очень тягучей, сложной борьбе, в которой черные могли бы устоять. Но здесь конкретные обстоятельства, а именно слабость черного короля, ну и, разумеется, слабость пешек Ф7 и А6 привели к тому, что очень быстро чемпион мира наладил решающее наступление и стал достигать новых материальных завоеваний. Итак, уже здесь, ввиду неотразимой угрозы ладья Бет-А6, Топалов сдался. Анант одержал первую победу в турнире и, в общем-то, подключается к лидерской гонке. Но отмечаю все-таки главный факт, что Корякин у нас уверенно лидирует и за ним пока не видно главного преследователя. То есть будем надеяться, что Сергей Корякин продолжит победное шествие. И я, конечно, очень хотел бы, чтобы Карлсон тоже поучаствовал в этой гонке. Ну что ж, три тура позади. Ждем развития событий. С вами был гроссмейстер Сергей Шипов. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова